Добрый день. Действительно, меня зовут Денис. И сегодня мы с вами поговорим о такой достаточно модной, но при этом необычной теме. Мы с вами поговорим про нейромаркетинг. Кто когда-нибудь в этом зале слышал такое слово или знает, что такое нейромаркетинг? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, отлично. Для всех остальных это будет новинкой и отчасти сюрпризом. Ну, наверное, традиционный слайд. Я являюсь управляющим партнером агентства Agni. Мы занимаемся, собственно говоря, нейромаркетингом. Стали первыми в России, кто стал оказывать такие, знаете, комплексные услуги полного цикла по нейромаркетингу. Там вот классически показываются логотипы компании, с которой мы работаем. Чтобы вы там не думали, аж не шарлатан ли этот спикер. Да, ну и перейдем сразу, наверное, к делу. Вот во многих детективах есть такая неустаревающая мудрость. То, что для того, чтобы поймать преступника, нам с вами нужно думать как преступник. А для того, чтобы продать что-то человеку, нам с вами, очевидно, нужно думать так, как думает человек. Ну и здесь у вас не возникает никаких вопросов, согласитесь. Ну все мы с вами люди. И нет ничего проще, чем думать так, как думаем мы с вами. Верно? Согласны? Что вы немножко, еще, видимо, не проснулись с утра, но давайте какую-то обратную связь. Согласны вы с тем, что можно просто думать так, как человек, и продать человеку? Согласны. Согласны. Вот это уже другое дело. Но есть одна проблема. И эта проблема заключается в том, что вы на самом деле не совсем люди. Сейчас я вам поясню. Вот то, что вы называете я, то, что вы называете собой, то, что вы связываетесь сами с собой, это достаточно небольшая область вашего мозга. Она здесь показана достаточно схематично, она на самом деле распределена по всему мозгу, но вы — это не есть ваш мозг. Вы — это всего лишь маленькая функция вашего сознания. А все остальное, что же такое все остальное? Все остальное — это функции, к которым у вас нет доступа. Например, к эмоциям у вас нет никакого прямого подключения. Вы эмоции можете переживать только в виде чувств, которые вам возвращаются в ваше сознание в виде того, что вы называете эмоциями. Ну и так далее. И получается так, что решение-то покупатель принимает всем своим мозгом, да? А мы с вами, когда пытаемся за него подумать, мы думаем всего лишь маленькой-маленькой областью. То есть такое получается расхождение, что если мы будем продавать как будто бы для себя, как будто бы для той личности, с которой мы себя ассоциируем, мы никогда не продадим. Потому что человек, когда покупает, он покупает всем мозгом. И вообще, почему мы об этом говорим, почему так произошло, да, что мы с вами затронули эту тему, и это стало важным, да? Потому что мозг достаточно хитрая штука. У мозга масса составляет всего 3% от общей массы нашего тела. Но при этом мозг потребляет около 20% всей энергии. Это такой очень не энергоэффективный агрегат, если кто-то здесь занимается инженерными вещами. И вот именно поэтому, да, из-за того, что этот аппарат потребляет такое колоссальное количество энергии, для него на протяжении всей эволюции было важно эту энергию экономить. И поэтому мозг вырабатывал некоторые функции, которые позволяют ему энергию эту сохранять и не тратить лишний раз. И, наверное, самая главная функция, которая позволяет экономить энергию нашему мозгу, это так называемая эвристика. Кто в этом зале слышал такой термин, как эвристика? А кто слышал, что буквально вчера одному американцу присудили Нобелевскую премию по поведенческой экономике? Да, Таллеру. Нет, никто не слышал об этом. Он, по сути, имел дело именно в том числе и с эвристиками. И что такое эвристика? Ну вот давайте посмотрим внимательно на экран. Что мы здесь видим? Ну классическая, простая детская задачка, где нужно соединить животных с той едой, которую они едят. И вот мы с вами взрослые, здравомыслящие, умные люди, что мы делаем? Ну мы же не собираемся проходить весь этот тоннель. Мы знаем, что собачка ест косточку, мышка ест сыр, а кошечка ест рыбку, верно? То есть нам этот лабиринт проходить не надо. Вот это и есть эвристика. Это некоторое упрощение, которое дает нам заранее готовый ответ, вместо того, чтобы его решать. Вместо того, чтобы решать какую-то задачу, наш мозг говорит, я уже знаю ответ, я не буду идти по логической цепочке. И выдает вам этот ответ. И если мы перейдем от этого такого шуточного детского примера к жизни, то чем является эвристика? Ну я думаю, что многие из вас слышали о такой достаточно распространенном фенониме, как фундаментальная ошибка атрибуции. Звучит очень сложно, но поверьте мне, каждый из вас с этим сталкивался и даже людей обвинял в этом. Это тот момент, когда мы с вами судим людей по тому, как они выглядят. Ну мы видим, что человек там опрятно одет, что-то так пассионарно вещает, улыбается. В принципе, мы говорим, наверное, он умный, наверное, он что-то знает, наверное, он в чем-то разбирается. То есть мы судим о том, каков человек внутри, по его оболочке. Ну тоже такая эвристика. То есть ответ на сложный вопрос дается нам по простым внешним каким-то ключам. Ну это достаточно простой пример. Например, эмоции. Кто-нибудь когда-нибудь задумался о том, для чего вообще нужны нам эмоции и что это такое? Эмоции на самом деле та же самая эвристика. Как они работают? Ну представьте, что вы идете в магазин. Вы идете в магазин и в этот день у вас случилось что-то очень хорошее. Ну вы, например, выиграли в какую-нибудь лотерею или вам несказанно как-нибудь еще повезло. И вы идете, значит, и видите на полке такой замечательный, ну например, энергетик. Он такой яркий, у него пестрая упаковка. Вы знаете, что от него вам прибавится каких-то сил. И вот он на него смотрит, думает, ну а почему бы мне сегодня в честь такого хорошего дня не выпить энергетика? И берете, кладете в корзину и покупаете. А представим себе другую ситуацию, что вы все в том же самом магазине, но в этот день у вас все пошло не так на работе. Раз. Сорвалась какая-нибудь важная сделка. Два. Да и вообще какая-то и погода ужасная. Настроение у вас, откровенно говоря, не позитивное. А вообще такое негативненькое. И вот вы идете и видите этот энергетик на полке. И что вы думаете? Думаете, опять они подсовывают мне эту гадость. Опять они пытаются меня отравить, эти компании, огромные корпорации, которые зачем-то мне эту сладкую воду еще и втридорога продают. Все, проходите мимо, не покупайте. То есть эмоция стала той юристикой, которая подсветила вам тот выбор, который вы совершили. То есть вместо того, чтобы действительно прикинуть, развесить калорийность этого энергетика, какие там вещества, как они повлияют на ваш мозг, вы просто сказали, нравится или не нравится, хочу, не хочу, в зависимости от эмоций. То есть эмоции – это тот же самый механизм эвристики, который вам за вас, по сути, за ваше сознание говорит вам правильный ответ. Ну или другой пример – ценности. Представьте, что я сейчас каждому из вас дам простейшее задание – написать три марки автомобиля, которые вам нравятся. И поверьте мне, у каждого этот набор будет уникальным. А дальше я спрошу у кого-нибудь, а вот почему, друг, скажи мне, ты выбрал именно эти три автомобиля? Кто-то из вас скажет, ну как же, все эти три автомобиля достаточно технологичные. Да, там инженеры так постарались, что сопоставили все детали, там нет ничего лишнего. Вообще такой классный, супер навороченный инновационный болид. Да, один пример. Или кто-нибудь из вас скажет, что ну как, автомобиль должен быть практичным. Да, автомобиль – это средство передвижения по городу, и я должен чувствовать в нем себя комфортно, а еще и не только я, еще и вся моя семья. Да, и тещу надо возить на дачу на нем. О чем это все? Это все о том, что ваши ценности, да, то есть ценность, например, инновационность, или ценность такая более утилитарная, они уже сделали за вас выбор. То есть вместо того, чтобы перебирать все возможные варианты марок, конфигурации, моделей, сравнивать их сложнейшие спецификации, у вас уже, ваш мозг уже ищет правильный ответ. Он говорит, хорошо, какая машина самая технологичная, ведь я знаю, что мне нравятся технологичные машины. Или какая машина самая практичная, ведь мне нравятся практичные автомобили. Верно? То есть ценность это та же самая эвристика, которая за нас делает выбор, ну, точнее, помогает нам из всего огромного пространства вариантов выбрать именно то, что нужно нам в этот момент. Или, например, другой механизм. Вот поднимите, пожалуйста, руку в зале те, кто считает, что у жены должен быть один муж, а у мужа должна быть одна жена. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто так считает? Так, хорошо. А кто считает, что у мужа может быть, ну, несколько женщин, да, например? Ну, таких, кто признается, ну, есть несколько, да? А кто считает, что у женщины должно быть там какое-то количество мужчин, больше одного? Это прям какие-то мормоны тут сидят в зале некоторые. Хорошо. И вот на самом деле не важно, как вы думаете и как вы считаете. Важно, что у каждого из вас есть какая-то жесткая позиция. Да, ведь когда я задал вопрос, у вас не возникли размышления о том, почему я об этом спрашиваю, для чего это нужно, да? И вообще, ну, действительно, а как правильно, да? Некоторые говорят, что надо жить по своим каким-то, давать волю своим эмоциям, да? Но у вас есть заранее заготовленный ответ на этот вопрос. Это и называется этими вот верованиями. И это все та же самая эвристика. То есть вы на самом деле и наши потребители, наши покупатели, все, да, мы все живем по этим законам. Вместо того, чтобы решать задачу какую-то, а задача, выбор, это одна из самых сложнейших задач, потому что нам нужно сопоставить все варианты, да, мы следуем вот этим вот эвристикам или заранее заготовленным нашим мозгам, которому у нас с вами нет прав администратора, да, ответам. И получается так, что выстраивая любую коммуникацию, мы как считаем? Ну, можно вот взять какое-то сообщение А и доставить его адресату Б. Да, вот так вот просто, зная какие-то базовые законы коммуникации, ну, как радиоволна. Но на деле оказывается, что чтобы кому-то что-то донести, мы должны учитывать этот вот сложнейший путь, сложнейший механизм, которую информация проходит до того момента, пока человек не примет решение. То есть мы должны подстроиться под этот механизм эвристик. Ну, или другой пример. Да, нам кажется иногда, что можно в той же самой рекламе, например, показать этому импозантному уже пожилому мужчине себя же молодым, и он сразу там как-то растает и купит наш с вами товар. Но на деле оказывается, что механизм там немножечко другой. Я думаю, многие из вас видели 3D-рисунки на асфальте. Чем они отличаются от всех остальных рисунков? Тем, что когда вы смотрите на него ни с того угла, ни с того, который автор задумывал, вам эта картинка кажется бессмыслицей. Но стоит взглянуть на нее с нужного ракурса, все сразу встает на свои места. И вот каждый из нас, считайте, стоит по кругу вокруг этого асфальта, вокруг этой картинки. И для большинства из нас нужная коммуникация для нашего потребителя будет казаться бессмыслицей. Но для его структуры вот этих вот самых эвристик, структуры особенностей эмоций, особенностей принятия решения, эта картинка, которая для других не имела смысл, окажется решающей. Вот я думаю, что многие из вас сейчас мне не верят, говорят, что да нет, я осознанный, я рациональный, я верю своим глазам, я доверяю своему мышлению. Ну вот, пожалуйста, посмотрите на экран и в самый центр, там, где перекрестья. И, пожалуйста, не отводите взгляд какое-то время. Что кто увидел? Если что, это тест на шизофрению. Шутка, шутка. Смотрите, это тот же самый механизм, по которому наш мозг экономит энергию. Вот если вы все сейчас возьмете руку, например, правую, вытяните ее вот в таком знаке класс, перед собой вытяните, пожалуйста, вытяните, вытяните все, и посмотрите на свой ноготь, ноготь большого пальца. Вот это то количество информации, которое ваш мозг может обработать за один момент времени. Все остальное для него достройка, все остальное для него находится в так называемом блюре, в размытии. И именно этот механизм создает эту иллюзию, этот обман. То есть в следующий раз, когда вы попробуете кому-то сказать о том, что, ну вот, увижу своими глазами, поверю, задумайтесь, а действительно ли ваши глаза вам говорят правду. Ну и какое это имеет дело к практике, например, к практике продаж или к практике коммуникации? Ну очень просто. Вот если мы с вами не знаем законов коммуникации, мы себя ведем так, как ведет себя этот юный представитель мужского пола. Ну что он делает? Он, наверное, пытается отнять какую-то игрушку или он пытается внимание привлечь. Ему не хватает внимания стороны этой юной особы. И он, не зная каких-то законов психологии пока, даже эмпирических каких-то, он применяет первый попавшийся метод, который ему понятен. Можно как-то вот дернуть за волосы, и если достаточное количество времени за волосы за эти дергать, то можно получить желаемый результат. Вот это картинка, которая отражает большинство продаж. То есть мы подходим к нашему покупателю, к потребителю и говорим, ну купи, ну купи, пожалуйста, или там не купишь, тебе же будет хуже, и так далее. У конкурентов еще все хуже, у нас это еще не самый плохой вариант. Ну и так далее. Почему так происходит? Потому что мы с вами, к сожалению, не всегда думаем о том, как же человек думает. И вот я сейчас вам предлагаю посмотреть на процесс продажи с точки зрения покупки. То, что мы очень редко делаем, да, очень редко мы входим в шкуру того, кому мы продаем. И для этого мы, естественно, обратимся к психологии, потому что психология – та прекрасная наука, особенно современная психология, которая очень многое знает про нас с вами, очень многое знает про то, как мы с вами устроены, и как функционируют наши психические функции. И вот это одна из моделей, которая описывает то, как мы с вами воспринимаем убеждающую информацию. Ну любая продажа – это убеждающая коммуникация, убеждающая информация. Есть два экстремума, два полюса, между которыми, естественно, есть варианты, их очень много, но два полюса, которые нам с вами нужно знать. Один полюс называется центральная обработка информации, или по-другому центральный канал обработки информации. Это такой канал обработки информации, когда у нас с вами есть возможность обработать информацию, и есть желание ее обработать. Ну какой пример простейший можно привести? Представьте, что вы совершаете какую-то очень дорогостоящую покупку, например, автомобиль. Очевидно, что желание ознакомиться со всей информацией, которая вам предоставляет этот мир, оно колоссально, потому что если вы совершите ошибку, это будет достаточно серьезная и дорогая ошибка. И плюс ко всему у вас есть возможность это сделать. Например, вы разбираетесь в автомобилях, и у вас есть достаточное количество времени, чтобы с этой информацией ознакомиться. То есть вы будете достаточно кропотливо и, по вашему мнению, рационально обрабатывать информацию. И второй экстремум, то, что находится на противоположной стороне этой модели, это так называемая периферическая обработка. Большинство времени в жизни мы примерно на периферической обработке с вами информации живем. Это тогда, когда у вас нет желания обработать информацию, нет такой возможности. Но что это значит? Например, вы забежали быстро в магазин для того, чтобы купить батон хлеба. Вот вам зачем-то понадобился батон хлеба, причем очень быстро. Я уверяю вас, что вы не будете оценивать, что это за бренд, вы не будете вспоминать, был ли у кого-то случай отравления этим брендом, и многое-многое другое. То есть вы не будете рационально и осознанно обрабатывать входящую информацию. Вы, скорее всего, каким-то поверхностным признаком будете принимать решение. Ну и второе, это когда у вас нет возможности. Например, как я в этом же примере, у вас мало времени, или у вас, например, вы не разбираетесь в той области, в которой вы совершаете выбор. И получается так, что когда у нас включается центральный путь обработки информации, то механизм, который искажает информацию, называется когнитивное искажение. Я думаю, многие из вас об этом слышали. Если не слышали, можете почитать Даниэля Канемана, тоже Нобелевского лауреата. Он очень много писал про эти когнитивные искажения. То есть даже когда мы с вами мыслим рационально, даже когда мы пытаемся обработать всю входящую информацию в полной мере, у нас все равно вот эти вот когнитивные искажения происходят. Как, например, вначале я вам говорил про суждение о книге по ее обложке. От этого мы с вами никогда не избавимся, даже если будем мыслить супер рационально по нашему мнению. А вот когда включается периферическая обработка, вот там когнитивным искажением прибавляется весь спектр того, что называется эвристиками. Там у нас и эмоции начинают включаться, там и предрассудки, все стереотипы вылезают, все ваши установки и так далее. То есть когда у нас идет периферический канал коммуникации, точнее периферический канал обработки информации входящей, все сразу вот весь этот букет у нас включается. И о чем это все? Вот когда вы совершаете продажи или когда вы настраиваете отдел продаж или что-либо еще связанное с коммуникацией, первый и очень важный вопрос, который вы должны у себя спросить, это а как люди покупают? Как люди в этот момент обрабатывают информацию? Помним два критерия – возможность и желание ее обработать. Это очень два важных критерия, к которым нужно задуматься. Но не с вашей точки зрения, не с точки зрения того, кто продает, а с точки зрения того, кто покупает. Реально люди задумываются, реально люди стремятся к тому, чтобы обработать. То есть когда человек бежит по магазину, он вообще задумывается о каких-то брендах, товарах. Нет, он поверхностно судит об упаковке и так далее. Это первое. И второе, как только вы это поняли, вам нужно выбрать нужный стиль донесения информации, нужный уровень тех эвристик, с которыми вы работаете. И сейчас мы о них с вами поговорим. Ну, например, самое главное в убеждении – это что? Конечно, это аргументы. Когда мы с вами продаем, мы пытаемся дать как можно больше каких-то весомых аргументов. И вот оказывается, что когда человек обрабатывает информацию центральным каналом, ему на количество ваших аргументов более-менее все равно. Он будет очень, это логично, да? Он будет очень кропотливо, очень осознанно обрабатывать всю ту информацию, которую вы ему сказали. Если вы наговорились слишком много, он, скорее всего, найдет в ней несостыковку. Поэтому, когда человек обрабатывает информацию центрально, вам нужно задуматься о маленьком, очень маленьком количестве аргументов, но чтобы они были очень связаны, во-первых, с опытом человека, очень связаны с вашим брендом, чтобы они были и между собой тоже связаны, чтобы человек не смог нигде найти подвох. Потому что как только он здесь найдет подвох, все, продажа не состоится. Когда человек обработает информацию периферическим каналом, там он не успевает обработать всю входящую информацию рационально и осознанно, поэтому там количество аргументов начинает превышать. То есть очень часто вы там смотрите на какую-нибудь упаковку или на какое-нибудь там описание товара, и на что вы смотрите? Вы смотрите, что там очень много, ну, например, вот, как оценить спикера, да, например, да? Вот вам присылают список из тех мест, где он выступал. То есть, о, там очень много, ну, наверное, он нормальный спикер. Там, может, вообще написано красная шапочка, разбитая по строчкам, где-то слова типа Яндекс упомянуты, чтобы вы подумали, что это какие-то там мероприятия. Вот. То есть вы, когда быстро сканируете информацию, вы опираетесь вот на такую вот эвристику, как количество аргументов, которые вам предоставляют. Дальше идем. Само сообщение, да, одно из самых важных. Помимо аргументов, да, то есть аргумент это и есть сообщение, как же этот аргумент нам с вами сделать? Ну, очень просто. Если у нас с вами включается центральная обработка, центральный канал обработки информации, то сообщение должно быть каким? Во-первых, оно должно иметь, апеллировать к рациональному. Что такое апеллировать к рациональному? Ну, я вам говорю, что задумайтесь о вашем будущем. Задумайтесь о том, как вы будете использовать в обычной жизни этот товар. Я апеллирую к вашей рациональности. Я апеллирую к вашему разуму, к вашему сознанию. Потом, как же, нужно быть умеренной, да, потому что если человек собирается обрабатывать информацию осознанно, любое мельтешение, любые какие-то слишком активные действия, да, они, скорее всего, человеку подскажут о том, что вы либо не уверены, либо пытаетесь ему что-то впарить. Вот. И там самое важное это содержание. То есть содержание этой информации, неважно, как вы это подадите. Да, очень часто, например, в тех же самых B2B продажах, да, даже плохо оформлены коммерческие предложения, но у которых есть какие-то в кавычках, конечно же, рациональные содержательные отличия от конкурентов, да, в плюс, там, экономическая выгода какая-то, либо там, какая-то технологическая выгода, да, то эти коммерческие предложения доходят до реализации, до сделки, до договора, просто потому что содержание в этом случае превалирует над формой. Если у нас человек, напротив, включает периферический канал обработки информации, то там уже, естественно, надо апеллировать к эмоциям. Надо сказать ему, почувствуй ту энергию, которую тебе этот автомобиль принесет. Там, почувствуй какие-то эмоции, которые тобой завладеют или вообще уже завладели. То есть мы должны апеллировать скорее к такому эмоциональному содержанию, эмоциональному наполнению нашего продукта или товара. Естественно, яркое должно быть наше сообщение. Яркое – это больше пестрое, ну, потому что человек будет смотреть, будет смотреть, что, ага, оно какое-то такое выделяющееся, как минимум, да, как максимум тоже такое пестрое, яркое, насыщенное, эмоциональное. И, наверное, оно лучше. То есть та же самая юристика. Если что-то у нас ярче, что-то у нас красивее, наверное, оно лучше. Ну, помните, да, фундаментальная ошибка атрибуции. И там самое главное – это форма, как вы уже поняли. То есть форма здесь превалирует над содержанием. Если что-то красиво упаковано, оно скорее продастся, чем что-то упакованное, ну, что-то, у чего есть какое-то содержательное преимущество. Дальше вот очень важен преристочник информации. Об этом все забывают в коммуникации, что был такой философ в 20 веке, Маршалл Маклуин, и вот он, у него одна из работ, да, Medium is the message, то есть канал коммуникации и есть сама коммуникация. И вот то, откуда человек воспринимает информацию, тоже играет очень большую роль в убеждении. И вот оказывается, что в центральной, когда человек обработает информацию в центральном канале, очень важно, чтобы он получал информацию от горизонтального источника. Кто такой горизонтальный источник? Это тот, кто я. Вот если я считаю человека таким же, как я, да, я, например, ну, например, я вот спикер, да, на этом мероприятии. Если я получу какую-то информацию от спикера другого, то для меня это будет горизонтальная информация. Ну, или, например, от организаторов. Для меня это будет горизонтально. Я их ставлю, как бы, всех этих людей на одну плоскость с собой. Или, например, вот вы, как потребитель, когда приходите там куда-то или когда общаетесь с брендом, если вы обрабатываете информацию центральным каналом, то для вас будет очень важно получить, например, отзывы. Что такое отзыв от горизонтальной коммуникации? Да, для вас будет очень важно посмотреть, а какие были другие успешные примеры реализации. Да, и так далее. Как только вы переключаетесь на периферический канал, для вас сразу компетентность, воспринимаемая компетентность становится много важнее, потому что ваш мозг не хочет самообрабатывать эту информацию. Он говорит, хорошо, я верю тем, кто в этом разбирается. И, например, в рекламе какой-нибудь зубной пасты, как только встает человек в халате, он говорит, я врач. И врачи такие же, как я, доказали, что эта паста убивает кариес на 30% быстрее, чем остальная паста. Это вы такие, ну ладно, наверное, это правда, он же врач. Там, да, или какой-нибудь… Помните, да, что у нас еще не только про желание, но и про возможность. Например, когда вы приходите покупать какой-то продукт очень технологически сложным, приходит человек такой какой-нибудь, немножко вами воспринимаемый как компетент, ну если это какой-то технологический продукт, такой похожий на инженера, немножко такого шизоидного, и он вам начинает рассказывать какие-то очень сложные термины, какие-то там подробности, и говорит, ну вот это очень хороший продукт. И вы, естественно, вы не знаете, как информацию правильно обработать, вы ему верите, что он компетент. Вот это тоже очень важно помнить, когда мы говорим про коммуникацию. Когда мы говорим про количество сообщений, это тоже очень важно, потому что мы очень часто, как тот молодой человек, мучаем нашего потребителя количеством сообщений. Здесь, я думаю, вы уже сами за меня можете ответить, что когда у нас центральный канал на коне, то нам нужно с вами использовать небольшое количество, то есть несколько всего, причем разных сообщений. Это очень важно. Почему разных? Потому что человек их каждый, каждое сообщение обработает. Он каждый из них воспримет, если у него включается центральный канал. Если мы с вами убедились в том, что наши потребители обрабатывают в этом контексте покупки информацию более периферическим каналом, то здесь уже количество одинаковых сообщений будет играть большую роль. Знаете, как многие бренды пытаются в телике купить максимальное количество времени и этот вот свой бестолковый джингл все время крутить. Для чего? Просто чтобы он у вас в мозгу засел, как говорят. Все? Спасибо. Алло. Здравствуйте еще раз. Денис, спасибо большое за выступление. Я напомню то, что у нас говорилось в основном потоке. Мы все вопросы принимаем из нашего мобильного приложения, которое называется Bitrix Conf. Оно доступно в Apple Store, в Android Play. Скачивайте, задавайте вопросы. Вопросы принимаем из онлайна, из офлайна. Все через один и тот же интерфейс. У нас, наверное, на один-два вопроса время есть. Денис, получается, что по сути продажник должен быть и психологом. Есть ли, может быть, какие-то сейчас уже курсы на эту тему или, может быть, они будут появляться в будущем? Отвечая на первый вопрос. Ну, конечно, наличие каких-то скиллов психолога для продажника не то, что должны быть обязательными, они должны быть сами собой разумеющимися. Во-первых, потому что продажник, он эмпирически получает опыт психолога, он видит разных людей, как они действуют. Таким, правда, продажникам часто не хватает структурирования знаний. Поэтому, да, продажник хорошо, если он психолог, даже отлично, если он психолог. Есть ли какие-то курсы? Ну, слушайте, курсов в психологии очень много. Важно просто выбрать тот, который поможет разобраться с той темой, о которой мы говорим. Если продажник пройдет курс по нейробиологии, ему это никак не поможет, потому что он работает не на уровне нейронов, не на уровне головного мозга. Он все-таки работает на уровне смыслов, на уровне подачи, коммуникации. Поэтому есть отдельные области психологии, которые занимаются психологией убеждения, психологией влияния. И вот для продажников эти книги, эти курсы будут максимально полезны. Вообще вся социальная психология будет очень полезна для продажников, потому что человек, покупая, он человек, находящийся в социуме, даже в большей степени, чем он просто идет по улице, потому что покупая что-то, человек думает о том, как он будет этим выглядеть в том же самом социуме. Спасибо. Наверное, еще один вопрос успеем. Есть ли примеры, лично вам знакомы, компаний или компаний, которые наиболее успешно применяют все описанные вами методики? Ну, на ваш личный взгляд. Это очень просто замерить. Любая компания, у которых хорошие показатели продаж, они что-то точно применяют. То есть не бывает так, что компания… То есть ни у чего не бывает… У всего есть свои причины. То есть нет дыма без огня. То есть если у компании хорошо идут продажи, что такое хорошо идут продажи, не в массе своей немного продают, как деньгами заваливают просто рекламу, а если у них очень высокий показатель конверсии, если у этой компании, например, клиенты очень часто возвращают высокий показатель ретеншн, то, скорее всего, они что-то применяют. Кто применяет это осознанно, но в нашей стране это меньше. На Западе, например… Ну, кто такие компании, которые применяют? Ну, как минимум, Икея это применяет, но она применяет это для невербальной коммуникации. Я сам лично думал про Икея в первую очередь. Конечно, конечно. У них очень много… Вообще скандинавские страны славятся своими учеными в области поведенческого там… Ну, назовем это поведенческого дизайна, там поведенческой экономики и так далее. Они очень трепетно… Сами люди там в бизнесе относятся трепетно к этим вещам, как спроектировать опыт потребителя так, чтобы он был… Вот не как тот молодой человек из моей презентации, все-таки чтобы он как-то был в партнерской позиции с человеком. Спасибо, спасибо. Спасибо. Всем хорошей конференции, удачи.